В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальс. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть вот у меня, мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальса на П-отгибке и ослабление фальса на Г-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно, 15 дней в оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Так. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фальсовое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Прикладываем его, как сейчас видно. Линия сопряжения у нас вверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 мм. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 мм. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. Продолжаем наши работы по устройству карнизного свеса. И для того, чтобы нам сейчас заготовить картины, мы сейчас применяем листогибочный станок. И мы будем сейчас отгибать профиль картины. Малую отгибку и большую отгибку. Большая отгибка – это оберфальс, 45 мм. И малая отгибка – 35 мм. Это унтерфальс. Приподнимаем верхнюю часть свесогиба, верхнюю балку, устанавливаем нашу заготовку. Проверяем, чтобы все линии совпали. И опускаем. Еще приподнимаем. Устанавливаем. Четко по линии. И опускаем верхнюю балку. И поднимаем нижнюю. У нас здесь небольшая кромка. 9 мм. Ну, станок 2500 мм. Христогибочный. Но он позволяет отгибать даже такие маленькие кромки. Ну и теперь нам надо отогнуть 25 мм кромку. Устанавливаем по линии. Проверяем, поднимаем. И все вот у нас совпадает. 90 градусов. Вот так мы подготовили первую заготовку. Вот так вот она выглядит. Это малая отгибка профиля. Малая отгибка профиля. Или унтерфальд. 35 мм. 35 мм. Ну и теперь мы вторую заготовку. И по листогибу он. Листогибы проверяем, чтобы у нас сейчас тоже будет отгибаться маленькая кромка. 9 мм. Обратите внимание, что у нас лицевая сторона, это ее не видно ли. А мы сейчас нижнюю сторону используем. Для отгибки оберфальца, то есть 45 мм. Прикладываем, поднимаем нижнюю балку. Немножко не догнули. Еще чуть-чуть. Вот сейчас. Надо под 90 градусов. 9 мм отогнули. Теперь нам нужно отогнуть 11 мм. 11 мм кромку. Прицеливаемся. Совмещаем все линии. Желательно здесь не ошибаться. Желательно все делать четко, потому что кромки сами по себе маленькие. Вот так это выглядит. Совмещаем по линии. И поднимаем. Поднимаем сейчас нижнюю балку листогиба. Чуть-чуть еще, еще, еще. Вот так вот. Все, все, 90 градусов. 90 градусов. Еще раз. 90 градусов. Ну и нам осталось теперь перевернуть. Не забываем, что мы теперь лицевую сторону будем отгибать. Вот она, наша линия. Тоже 25 мм. Ну что такое 25 мм? Это на самом деле дюйм. А дюйм это 25,4 мм. Вот откуда эти 25 взялись. Это дюйм. Дюйм. 25 мм. У нас получился вот такой профиль. И так мы заготовили картины, левую и правую, для того, чтобы нам дали работать уже непосредственно на тренажере накроельном. Ну, теперь мы установили нашу картину, которая справа, там где у нас малая отгибка 35 мм, это у нас Унтерфальс. Сделали выпуск 35 мм. И теперь мы сейчас будем подготовить эту картину для того, чтобы нам потом провести по шаблону линию сопряжения. Вот, разгибаем кромку 9 мм в обратную сторону. Делаем это не спеша, постепенно. Применяем для этого конвертные клещи. Конвертные клещи. Ну, вот так как они немножко царапают, немного мы их специально такой пленкой одели белой. Ну, вообще для того, чтобы инструмент не царапал, его нужно шлифовать. Это целая история. Ну, вот профессионалы, они шлифуют, и тогда он не царапает. В данном случае инструмент учебной мастерской. Поэтому то, что имеем, тем и работаем. Вот так вот он выглядит с правой стороны. Разогнули кромку 9 мм. И теперь у нас подготовлена уже картина. К тому, чтобы ее уже по месту размечать. Так, как я говорил, у нас заготовлен до этого еще шаблон предыдущих сериях. Вот он, этот шаблон 70 мм, удлиненный на 20 мм. Такой у нас длинненький, специальный 35, 20 и 70. Вот такой мы захотели, сделали. Какой сделали, такой и будем прикладывать. Используем для того, чтобы нам прочертить линию. Вот так немножко еще сверху надо разогнуть, чтобы он плотную, шаблон, прилегал уже непосредственно к контрфальцу. К контрфальцу 35 мм. Сейчас прикладываем шаблоны при помощи пружинной струбцины, как она называется. Она такая, зеленого цвета. Зеленого цвета, вот она. Зеленого цвета. Еще ее называют прищепка. Зеленая прищепка, удобная. Одна секунда и все, и у нас шаблон уже зафиксирован. Все, проводим теперь линию запряжения. При помощи белого фломастера, чтобы на черном было видно. Чтобы на черном было хорошо видно. Вот так вот. Для новичка это обязательно надо делать шаблон. Потому что без шаблона мы на глаз не сможем это разметить. Никак мы это не сможем разметить. Поэтому шаблон изготавливается. Но вот что еще надо сделать, это точку входа пометить. Потому что мы же отрежем верхнюю часть, не видно будет. Нам надо внизу пометить точку входа. Точку входа. Ну, делать это надо будет нам. Желательно, конечно, для новичков делать это радиусными ножницами. Причем радиусные ножницы, как вы знаете, они вообще любые ножницы. Они левые и правые. Но в данном случае нам надо будет использовать ножницы радиусные, левые. Вот, можно... Вот сейчас были... Вернее, правые надо. Вот сейчас были левые на экране, но они не подходят. Они... Потому что кромку отгибают налево, а нам нужно, чтобы кромка отгибалась направо. Поэтому нам надо правые ножницы радиусные. Нам надо правые ножницы. Ну, можно, конечно, вот нижнюю часть прямую срезать подрезными ножницами, рычажными. Подрезными рычажными ножницами. Ну, из радиусных ножниц нам сейчас точно нужно правые. Потому что иначе нам эту кромку не согнуть. Не согнуть. Левыми ножницами радиусными не согнуть. Поэтому надо иметь радиусные ножницы и левые, и правые. И левые, и правые надо иметь. Вот сейчас у нас все готово. Смотрим вообще, что мы сейчас будем делать по нашей выкройке. То есть мы вот эту часть должны расстрахованную отрезать. И точка входа, вот от точки входа у нас 70 миллиметров вверх. 70 миллиметров вверх. Все время держим выкройку перед глазами. Потому что мы еще слабо понимаем, делаем это первый раз. Поэтому надо все делать правильно. Вот сейчас подрезными ножницами отрезаем кромку 9 миллиметров. Отрезными рычажными ножницами. Левыми. Левыми. Вот левые, они и левые. Что у нас кромка слева, ее вот руками надо убирать. Потому что она, когда режешь, мешает резать. Мешает резать. Ну, дорезали до конца. Дорезали до конца. И теперь еще вот нам немножко осталось сверху кусочек отрезать. Еще нам кусочек сверху осталось отрезать. Ну, мы, в принципе, можем начинать уже и радиусными ножницами это все резать. Потому что лучше одними ножницами, какими начал, такими продолжать. Вот они радиусные ножницы, правые. Правые. Обязательно правые. Левыми, я уже говорил, не подрезать будет. И все, начинаем резать. Начинаем резать. Ну, с непривычки, конечно, тяжело это. Тяжело, то есть мы будем останавливаться, вот, неудобно что-то. Вот они... Ну, это надо тренироваться, это дело практики. Потому что, чтобы быстро все получалось, нужно... Ну, сейчас немножечко отогнем кромку. Потому что с непривычки тяжело резать. Так, подальше ее, да-да, подальше немножко. Ну, со временем, навык, когда появляется, это быстро делается. Сейчас там учимся. Учимся. Ну, продолжаем. У нас, конечно, рез будет не идеальный. Но нам сейчас задача четко по линии. Вот. Надо все время эту кромку правую все время поднимать. Поэтому с непривычки неудобно. Тем более... Тем более, она такая вот у нас все. Заостренная. Чтобы еще и не порежать. Ну... Туда ее лучше не надо. Надо ее... Ну, даже назад. Назад даже. Я бы назад не стал отгибать. Но попробуем. Не получится. Не получится. Кромку надо справа. Справа и вперед. Да. Правильное решение надо. Надо ее все-таки вперед выгнуть. Ну, можно, конечно, как вариант ее подрезать. Как вариант ее подрезать. Чтобы она нам не мешала. Ну, вот здесь уже сразу видно заусенция. Такая будет небольшая. Но это не страшно. Это не страшно. Мы потом в конце это все будем еще доводить до ума, что называется. Ну, сейчас продолжим наш рез до точки входа. Раз. Все. Точка входа. Дальше у нас уже все. Нельзя. Так у нас начинается далее удлинение. Все. Ректуем. Ректуем конвертными клещами. Обернутыми в пленку. И разгибаем. Нашу кромку, которую мы только что отрезали. Распрямляем. Со всех сторон. Делаем это аккуратно. Стараемся надо не царапать. Ну, возможности не царапать. Но это вот железо, оно в отличие от белого, оно от серого, не знаю, как цвет такой, вот, который у нас на планке карнизного свеса. Вот такого цвета, он и хуже это гнется. Вот это железо черного цвета, оно, оно немножко помягче, помягче. Вот так выглядит наш рез. Вот так выглядит наш рез. Ну что, для первого раза мы только отрезали, конечно. Такой рез непрофессиональный. Непрофессиональный. Профессионалы режут сразу, без заусенниц. Ну, так как мы учимся, и у нас рез пока вот такой. Такой, какой есть. Как говорится, есть куда расти. Какую сторону. Ну, обычно эти все вот места, они, черновая работа сейчас происходит. То есть тут у нас всякие заусенцы есть, есть шероховатость, и металл здесь, ну, покосан. Его лучше, конечно, такими вот делать. Ну, применяют вот такой вот инструмент, как напильник. Напильник номер два. Ну, можно напильник еще и мельче. Ну, это для того, чтобы нам понять состояние кромки. Как мы, в каком состоянии после реза эта кромка. Вот, видно здесь все эти заусенцы. Все заусенцы видно. Обычно напильником уже отрабатывают, когда уже мы, например, сделали уже подчистовую рез. Ну, попробовать еще вот так металлом. Чтобы почувствовать, вот сейчас еще чутко теперь видно все эти заусенцы. Вот в таком состоянии. То есть у нас это грубый такой получился рез. Грубый рез. Ну, сейчас мы его немножко подриктуем, подровняем при помощи инструмента. Ну, а с другой стороны подриктовать киянкой круглой. И лопатка-оправка с пяткой. Ну, вот так вот подровняли все, подриктовали. Ну, и нужно загнуть, отогнуть кромку под капельник. Под капельник. Ну, делается это разными инструментами. Если мы на большой кровли, то там, конечно, рамочные, такие есть рамки карнизного свеса. Рамка первая, рамка вторая. Ну, а здесь у нас в учебных целях мы отгибаем. У нас в растоянии небольшое, поэтому мы при помощи клещей кровельных под 45 градусов мы отгибаем. Так, наметили линию гиба. Потом уже можно отгибать. Уже линия гиба у нас есть. Подриктуем еще, чтобы она чутко подгибала. Применяем оправку лопатку с пяткой. Ну, и потом руками дожимаем, дожимаем эту кромку под капельник. Ну, так вот мы сделали. Сделали черновую пока работал. Субтитры сделал DimaTorzok